добрый день меня зовут дулов михаил и сегодня мы поговорим о том какие кнопки есть на вашем фотоаппарате наверняка вы знаете где находится кнопка включения вашего фотоаппарата следующей важной кнопкой является кнопка включения вспышки как правило она находится прямо рядом со вспышкой вот здесь вот сбоку если на нее нажать то вспышка включится если у вас был смартфон и вы использовали там фотоаппарата вы наверняка знаете что вспышки есть несколько режимов съемки самый первый это автоматический режим режим это когда вспышка полностью выключена и третий режим когда вспышка работает в режиме антикрасных глаз давайте рассмотрим каждый режим по отдельности первый режим режим автомата в этом режиме вспышка делает два вспыха вы его не видите вами он воспринимается как один вспых этот режим называется ттл в этом режиме вспышка делает предварительный импульс смотрит сколько света она выпустила сколько вернулась обратно понимает нужно сделать вспых сильнее или слабее регулирует мощной вспышки чтобы ваша фотография чтобы самый близкий камере объект опять таки был не темным и не ярким это самый удачный режим съемки как правило в 99 процентов случаях он работает правильно но в некоторых случаях нам нельзя использовать вспышку например в музеях для этого ее нужно выключить третий режим который называется антикрасный глаз этот режим используется для того чтобы уменьшить отражение света вспышки в зрачке глаза работает это следующим образом вспышка начинает излучать много вспыхов когда ваш глаз получает много света он автоматически закрывается уменьшая зрачок уменьшая отражение света в обратную сторону когда свет идет от вспышки он попадает сетчатку глаза отражается идет обратно и именно это цвет видит ваш фотоаппарат показываю его красным когда вспышка вспыхивает свет излучаемые вспышкой попадает в глаз отражается от сетчатки глаза идет в обратную сторону именно этот цвет и называется красным глазом если зрачок закрывается то свет не отражается в обратную сторону поскольку отверстие очень маленькая этот режим улучшает вашу фотографию но как правило очень не нравится людям, поскольку вы их ослепляете. Очень часто при съемке вы можете сделать свою фотографию светлее или темнее. Для этого в вашем фотоаппарате есть такая кнопка, которая называется коррекция экспозиции. Выглядит она вот таким образом. Для того, чтобы сделать фотографию светлее или темнее, вам нужно нажать и удерживать кнопку коррекции экспозиции и крутить колесико вашего фотоаппарата. Вы видите, как на шкале меняется единица измерения. Таким образом, вы говорите вашему фотоаппарату, что хотите получить фотографию светлее или темнее. Плюс 1 означает, что ваша фотография будет в два раза светлее. Плюс 2 означает, что ваша фотография будет светлее в 4 раза. Обратите внимание, что если вы воспользовались кнопкой коррекции экспозиции и сделали фотографию светлее или темнее, то вам также самостоятельно нужно убрать коррекцию экспозиции для других фотографий. Ваш фотоаппарат не знает, что вы прекратили снимать в одном месте и перешли в другое и будет продолжать фотографировать с установленной вами коррекцией. Нормальное положение коррекции экспозиции в нуле. Иногда вы снимаете недвигающиеся объекты, например, такие как портрет, а иногда вы снимаете спортсменов. И для того, чтобы получить много хороших качественных фотографий, вам не нужно много раз нажимать на кнопочку. Достаточно включить серийную съемку. На фотоаппаратах она обозначается следующим образом. Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора и получаете только одну фотографию, это называется режим по кадровой съемки. На фотоаппаратах она обозначается прямоугольником или буквой S, латинская. Если вы хотите делать несколько фотографий за одно нажатие, то есть пока вы нажимали и держите кнопочку, ваш фотоаппарат продолжает фотографировать. Обычная скорость 5-6 кадров в секунду. Это называется серийная съемка. На фотоаппаратах она обозначается множеством прямоугольников или кнопочкой Квик, буковкой Q или буквой H латинская. Многие дополнительные режимы вашего фотоаппарата скрыты в отдельный раздел, который включается отдельной кнопкой на фотоаппарате. Обычно он обозначается кнопочкой Q от слова Квик быстро или буковкой И инфа. На некоторых фотоаппаратах могут быть другие обозначения. Например, буковка Fn обозначает функции, но суть абсолютно одинаковая на всех фотоаппаратах. Если вы нажимаете на кнопочку Q или И, то вы попадаете в дополнительный раздел вашего фотоаппарата. В зеркальной камере мы используем специально окно видоискателя для того, чтобы скомпоновать кадр. Но некоторым людям привычно смотреть на большой экран, поэтому в современных зеркальных камерах есть специальная кнопка, которая называется режим Life-View. Когда мы используем зеркальную камеру, то мы должны использовать специальный видоискатель, с помощью которого мы компонуем кадр. Но некоторым людям использовать его непривычно. Они хотят, как на обычной мыльнице, видеть все на большом экране. Специально для них есть такая кнопочка, которая называется Life-View, живой вид. Если на нее нажать, то на этом экране будет выводиться та информация, которая попадает на матрицу, как в обычной простой мыльнице. Когда вы сделали фотографию, вы можете ее посмотреть и понять, резкая фотография или не резкая. Для этого можно использовать следующие кнопки. Во всех фотоаппаратах есть специальная кнопочка просмотра. После того, как вы включили просмотр фотографии, фотографию можно приблизить и убедиться, что именно тот объект, который фотографировали, находится в резкости. Для этого нужно использовать кнопочки, которые помечены плюсиком и минусиком. Как правило, все остальные кнопки недоступны в автоматических режимах. Их можно использовать при съемке только в творческих или ручных режимах. И поэтому мы на сегодня заканчиваем. Об остальных кнопках мы поговорим с вами на курсе второй ступени. Сейчас я вам рассказал о тех кнопках, которые доступны в автоматических режимах. Как правило, все остальные функции фотоаппарата, остальные кнопки доступны только в ручных и творческих режимах. Они недоступны в автомате. И, собственно, именно об этих режимах, об этих кнопках мы с вами будем разговаривать на курсе второй ступени. С вами был Дулов Михаил. До новых встреч!